Пожалуй, самое щемящее видео, которое мы показали вчера, это видео тигра, которого сняли... Между железнодорожных путей, да? Да, да. Давайте напомним, нам прислали видео машинисты, которые сняли тело тигра на перегоне Аван-Котикова в Вязерском районе. Между рельсами лежало мертвое тело или тушеное тигра. Тушеное тигра, да, по сути. И расследование происшествия занялись полицейские хатовиды. Напомню, последний подобный случай был в Хабаровском крае в 2017 году. Но давай не забывать, что в Приморье было недавно обнаружено тоже тушеное тушеное тигра, где-то на севере, как раз-таки с соседним основами региона. И мы тоже показывали, и тело пролежало довольно долго, да? Мы еще обсуждали. Ну, насчет Приморья сейчас выясним. Я напоминаю, что всеми подобными случаями занимает центр Амурский тигр, который базируется все-таки... У него лаборатория у Цурийский, и тело нашего тигра тоже отправляют туда. И нам повезло, что сегодня в Хабаровске оказался генеральный директор центра Амурский тигр Сергей Арамелев. Здравствуйте, Сергей. Что касается вот этого тигра нашего Хабаровского, пока предварительные данные хотя бы можно делать? Что с ним случилось? Ну, здесь только по месту расположения, раз тигра находится в железнодорожных путей, то, по всей видимости, он стал жертвой столкновения с локомотивом. Соответственно, мы проведем экспертизу, это точно установим, что случилось. На самом деле, тигры, да и любые животные, не так часто появляются вдоль железнодорожных путей. Зачастую это бывает вследствие травмы, заболевания. Поэтому, наверное, здесь комплексная история. Понятно, что на железнодорожных перегонах никто специально животных не кидает. Это опасно как для самого поезда. Поэтому, скорее всего, здесь несчастный случай, пройдем экспертизу и станет все понятно. Ну, вообще, тигр же безумно умное животное, и, ну, чтобы оно пошло на железнодорожные пути, он же понимает, что это серьезная опасность для него. Ну, здесь, да, вдвойне интересно, потому что тигр взрослый, для взрослого это нетипично. В прошлом упомянутый случай в 2017 году, там тигрица с двумя тигрятами, тигренок замешкался, потому что он еще неопытный, не понимал скорость приближения поезда. Здесь же, вот, пройдем экспертизу, внешне пока каких-то там сильных повреждений нет, которые бы говорили о том, что он прямо оказался под поездом, потому что, может быть, это просто случайное место, где вот тигр умер с иных причин. Сергей, честно говоря, мы давно хотели с вами встретиться с момента сознания вашего центра. Первый вопрос, почему вот целый центр был создан под названием «Амурский тигр»? То есть вы занимаетесь защитой конкретного одного вида, да, очень редкого, как бы, гордости всего Дальнего Востока, всех наших дальневосточных регионов, но почему вот тигр именно такое особое? Наш центр был создан по инициативе президента, это его личное отношение к данному зверю, тем более, что он понимает, что тигр – это не таки флаг, да, под которым находятся копытные животные, которые питаются, копытные животные, соответственно, живут в лесу. То есть вершина пищевой цепочки, да? По сути, пищевые цепочки, но на самом деле это целый комплекс, потому что мы должны понимать, что мясо диких животных, древесина, недревесные продукции леса – это все и ресурс для населения. То есть если, скажем так, охота для жителей европейской части России, особенно от Москвы, это больше всего развлечения, то здесь за Уралом – это средство существования граждан. Поэтому это все прекрасно все понимают, и мы понимаем, что если мы будем создавать условия для тигра, то будет достаточно копытных животных как для охотника, так и для человека, будет наведен порядок в лесу, да, потому что на самом деле законная лесозаготовка либо правильный сбор недревесных продукций леса, он поднимает социально-экономические показатели населения. Сейчас у нас зачастую бывают перегибы, когда наши граждане вынуждены за бесценок продавать ресурсы, которые потом уходят в соседнюю страну, и, соответственно, у нашей организации как раз-таки и основная задача – помочь государственным органам, в первую очередь, заповеднике национальной парки, служба охунчивого надзора, которая выполняет важную функцию, консолидировать усилия по именно охране уникального природного комплекса. И мы всегда говорили и продолжим говорить, что тигр живет на территории Приморского края, Хабаровского края – это, в первую очередь, заслуга населения, которое живет рядом с ним, потому что, понятно, какие бы, скажем так, карательные меры или назидательные государства не использовало, если бы население в большей массе бы не смирилось, что столь нужное животное должно жить рядом, оно бы не обитало. Это выбор населения, и я сам дальневосточник, и очень горжусь тем, что мы позволяем столь уникальной фауне, у нас же кроме тигра есть гималайский, медведь, харза и другие представители тропических животных, которые уникально переплетены с видами северной фауны, уникальный край, и, кстати, экологический туризм, тот вид туризма, который неистощительно влияет, и мы давно говорим, что жителям Российской Федерации нужно приезжать на Дальний Восток, наслаждаться его красотами, а тем, кому это понравится, оставаться здесь жить. Сергей, но все-таки, если говорить об амурских тиграх, да, вершине пищевой цепочки, вообще, сколько их осталось? Потому что случаи гибели этого животного, к сожалению, но они случаются постоянно, да, то есть вот при море недавно... Ну и в этом году, по-моему, чаще стало. И в этом году, на моей памяти, два или три уже животных, да, погибло. Это ведь колоссально. То есть их же там чуть больше сотни было, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, тигров в Советском Союзе, да, когда их стали охранять, было чуть более 50, да, и вот заслуга советского государства, что их удалось сохранить. В 90-е годы, как мы знаем, страна разрушилась, был нанесен сильный урон по природе, количество тигров снизилось до 200, а сейчас, по оценкам специалистов, их порядка 600. Но нужно понимать... Но три тигра – это уже много, это уже 2%. Тут нужно понимать, что тигр – представитель южной фауны. И для тигра обитание в снегах при постоянных отрицательных температурах зимой нетипично. То есть он здесь выживает и претерпевает. Его можно для понимания, как люди за полярным кругом, да, ему здесь всегда некомфортно. Но он ведь не уходит на юг Китая, или там еще опасность, наверное? Он может никуда уйти, к сожалению, как его несколько десятков тысяч лет назад ледник отрезал, да, пути отступления. Сейчас это все тропогенный ландшафт. Это уже, скажем так, русский тигр, да, российский тигр со своим менталитетом, самая крупная кошка. И у тигров, у наших, к сожалению, естественно, смертность, естественно, смертность – это когда тигры погибают не по вине людей. А у них высокая смертность, вот естественно? Да, достигает 18-20%. То есть одна пятая тигров ежегодно гибнет по естественным причинам. К примеру, вот самка, да, тигра, принося потомство, да, трикотенка, она никогда до взрослого состояния, но очень редко, да, доводит трех тигрят. Это суровые законы природы. Этот год, чем он уникален в отрицательном смысле, что предыдущие три года в нашем регионе свирепствовала африканская чума свиней, которая достаточно сильно снизила численность кабана. Кабан – основной ресурс не только тигра, но и охотников. И, соответственно, этот год учеными и специалистами прогнозировалось, что, естественно, гибель молодежи будет выше. И она немножко усугубилась выпадением снегов. Эта зима более отрицательна по температурам, да, есть аномальные точки за минус 50, были времена, и понятно, в этом году отход молодежи будет больше. Но стоит отметить, что за последние 10 лет количество браконьерских случаев отстрела снизилось, да, и вот те случаи, которые были, вот найдено два трупа. Раньше бы, допустим, люди вообще не сообщали о нахождении трупов. А вот тигренок спасен, один в Приморском крае, сейчас продолжается борьба за его жизнь. У него сильное там морожение, но вот врачи именно, врачи, не ветеринарные, из больницы, корятся за его жизнь. И спасти тигренку удалось благодаря гражданам. То есть граждане сообщили, что тигренок охраняли до приезда специалистов. Это как раз изменение менталитета. Мы помним, что подобный год был, 85-86 год, когда уже классическая чума-свинение, немножко другая болезнь тоже снизила численность кабана. И тогда только по официальным разрешениям было отстреляно порядка 60 тигров. Сейчас наше общество более гуманное, да, более нацеленное на экологию. Поэтому сейчас у нас есть специальные группы по разрешению конфликтных ситуаций. Мы от своего имени, от имени. Правительство Хабаровского края очень благодарны жителям, которым порой приходится терпеть нападение тигров на собак. Понятно, тут есть и системные проблемы, потому что у нас не все населенные пункты освещены. Часть населенных пунктов находится прямо в таежной местности. Не решена проблема с незаконными свалками бытовых отходов, где беспризорные животные, собаки. Бывает, что тигр, приближаясь в погоне за косулей, кабаном, мы изюбрем к населенному пункту, видит бездомную собаку за ней. Вот знаете, вы в самом начале похвалили нас, дальневосточников, за то, что умываем, уживаемся с тигром. Я тоже этим горжусь. Но вот, честно говоря, последний год, а возможно даже два года, у меня к нашим землякам большие претензии, потому что огромное количество приходит роликов. Вот можно самой свежей с вашей группы в Инстаграме взять, вот «Тигр на дороге». Стало очень модно снимать тигра, вот где бы его не встречали, на дороге там, на окраинах поселка, на железной дороге. Подсвечивай, да, фонарик. Я думаю, как в этом случае люди видят, что рядом с ними хищник, вместо того, чтобы спокойно уехать, они стараются подобраться поближе, некоторые «кис-кис-кис» говорят. Да, вот с одной стороны, мне кажется, это опасно. Он может и маленький тигр, но он тигр, согласитесь, он может легко убрать. С другой стороны, это вредит самому тигру. Возможно, тот тигр, который погиб под колесами поезда, тоже слишком привык к человеку, вам не кажется? Ну, тигру достаточно сложно привыкнуть к человеку. Все-таки животное оно дикое, если оно оказалось рядом с людьми, то, как в тавтологии, да, к этому виноваты сами люди. Тигры оказываются у людей, когда тигрята остались без матери, либо имеют травмы, да, нанесенные, в том числе огнестрельные ранения. Тигр очень крепкий на рану, и бывает, что люди из хулиганских пробуждений, как раз находясь в автомобиле, да, чувствуя себя защищенными, наносят травмы тигру там, вследствие стрельбы, и потом этот раненый тигр не может себе добывать копытных животных и вынужден приходить к людям. То, что есть неправильное поведение с хищниками, это проблема глобальная, связанная с тем, что мы в 90-е годы утратили экологическое просвещение в полной мере, да, если помним, в детских садиках раньше были зоу, уголки в школах, юный натуралист, и журнал издавался, и ребенок, воспитанный в Советском Союзе, да, вот я вот, ребенок, который там до второго класса был в Советском Союзе, то есть меня научили любить природу. Я вот понимаю, для чего нужно тушить пожар лесной, я понимаю, как нужно относиться к животным, да, потому что я вот их трогал в детстве. Сейчас этого нет, дети реже ходят в походы, да, вот потому что есть определенные ограничения. Это такая глобальная задача, она решается потихоньку, и понятно, то, что мы 30 лет уничтожали, нельзя решить за последние, там, 5, за 10 лет. Меня, наоборот, радует, что среди вот неправильного отношения встречаются люди, которые правильно относятся, люди, которые уже, видя тигра, ценят красоту момента. На самом деле же встречи с тигром не стали чаще, чем раньше. Просто телефоны по телефону больше стало. И самое главное, что раньше достучаться до прессы, чтобы опубликовали твою заметку или фотографию черно-белую с тигром, было практически невозможно. Сейчас каждый сам человек себе пресса, да, и он достаточно активно делает, тем более, что сейчас очень много недостоверных роликов, или роликов снятых 5 лет назад, 7 лет назад. Это такое? Уже сейчас дошли до того, что стали публиковать ролики с Индией, как там леопарды, тигра нападают на собак, и говорить, что это вот у соседа случилось. Естественно, пока все разберутся, окажется, что уже... Спасибо большое. В гостях у нас был Сергей Рамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».